Всем привет! В эфире Добрыни ТВ. Сегодня у нас интервью с Евгением Поцелуевым. Жень у нас первый футболист, который сначала не попал в основной состав, но своим упорным трудом в дубле доказал, что он готов играть в основе. Жень, привет! Здравствуйте! Жень, расскажи нам, пожалуйста, вкратце, где ты начинал заниматься футболом? Как вообще появилось это хобби? Вот. Такой короткий вопрос. Ну, начинал я, наверное, прямо лет с пяти, с шести просто брал мяч и играл около школы в основном, потому что как бы я из села, то есть не из города, а из села, и сам играл потихонечку. То есть не было ни школы, не было ничего, ни тренера, просто сам брал мяч и играл. Было какое-то, не знаю, хотелось, люблю это дело, и поэтому брал мяч и играл. Ты всегда играл нападающего. Как вообще появилась любовь именно к игре в нападении? Ну, вообще, да, как бы, не знаю, почему, но что с детства сам, то есть меня и потом уже, когда в юношах все равно начал заниматься в команде, то есть меня уже начали наигрывать, и наигрывали в основном нападении, и сам понимал, что немножко понимаю, там что-то получается, и в принципе, я думаю, что там, поэтому там и остался, поэтому там и играю, наверное, в нападении. Окей. Как ты узнал о проекте Добрыня? Ну, играл давно, я играю в этот, как она там называется, а, живи мини футболом, увидел на сайте, то есть то, что вот создается клуб Добрыня, вот на этом сайте. Зашел, сначала как бы не обратил на это внимания, честно говоря, то есть, ну, думал, молодцы мальчишки, вроде, собирают команду, но как бы не хотел там, даже как-то не был, просто как бы чисто мельком посмотрел, а потом что-то меня заинтересовало, и зашел, поинтереснее стало, почитал там все, и стало интересно, думаю, надо попробовать, и увидел, что будут сборы, и пошел на сборы. Что для тебя клуб в первую очередь? Ну, вообще, это, во-первых, хороший опыт, большой опыт для меня, сам клуб, ну, я думаю, это покажет время, то есть, будем побежать, будем еще лучше, это в первую очередь, ну, а так, прежде всего, приходил сюда за опытом, ну, и, конечно же, попасть в основной состав. Если футбол для тебя это хобби, вот основная работа твоя какая, чем ты занимаешься в основное время? Ну, вообще, работаю, работаю в автосервисе, то есть, ну, делаю, ремонтирую машины, как бы, то есть, абсолютно простой человек, не чисто там одним футболом живу, то есть, как-то так, есть работа стабильная, и все. Что мотивирует тебя заниматься футболом? Ну, не знаю, наверное, характер у меня такой просто, что, ну, во-первых, нравится эта игра, то есть, больше из всех игр она мне нравится больше, и поэтому я, не знаю, люблю футбол, поэтому им занимаюсь. Следующий матч у нас ФК Вяткино, ты когда-то играл за эту команду, можешь рассказать о своей истории выступления за этот клуб? Ну, поиграл я там буквально, может, ну, сезона два, там, может, два лета, грубо говоря, когда они еще играли, по-моему, на Судогодский район, ой, да, какой у них район-то получается? Судогодский. Вот они играли на Судогодский район, и вот, то есть, как бы, меня туда взяли, ну, вроде как, ну, начал играть. Поиграл два года, потом, как-то вроде, так же спокойно ушел, как спокойно взяли, то есть, ничего такого не было. Если забьешь, будешь праздновать? Ну, я очень эмоциональный игрок, поэтому, я думаю, праздновать я буду, в любом случае, если я забью. Окей, теперь коротко, Блиц. Любимый футбольный клуб? Спартак, Москва. Любимый футболист? Роналдо. Какой? Роналдо, Криштиан. Криштиан, да. Следующий вопрос, как раз у меня был Месси или Роналдо, понятно. Кто выиграет чемпионат мира? Я думаю, Германия. Черный или желтый? Черный. Бабылев или Кошкин? Бабылев. Саня, ты все слышал. Сань, прости. Текстильщик или торпеда? Текстильщик. Плохо, да? Ребята, вы все слышали. Кого из команды ты бы взял с собой на необитаемый остров? Странный вопрос какие-то. Даже не знаю, кого. Перед Кошкиным оправдывайся теперь. Давай, Саня, да, возьму Саню, да. Последний вопрос. Оказавшись перед Черчесовым, что ты ему скажешь? Во-первых, поздороваюсь, наверное. Скажу здравствуйте. А во-вторых? Не знаю. В принципе, все. Всем спасибо. Спасибо, Женя. Спасибо. Приглашаю от лица футбольного клуба Добрыни всех болельщиков в Добрыни на футбольный матч с ФК Вяткино в субботу 30-го числа, 4 часа, Вяткино. Вперед, Добрыни! Субтитры сделал DimaTorzok